Рязанская область активно включилась в подготовительную работу к юбилейной дате. В настоящее время разработан и реализуется план основных мероприятий, одним из пунктов которого является создание центра Солженицына. Планируется, что он войдет в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Этот центр планируется как центр, будем говорить так, выдающихся людей Рязанской области. Это пожелание Натальи Солженицыной, почему она, в общем-то, подходит к этому так объективно. Она говорит, что я бы не хотела, чтобы был только центр Александра Саевича, чтобы это был центр в том числе и выдающихся людей Рязанской области, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Олег Ковалев подчеркнул, что рассматривалось несколько вариантов размещения центра. Этот вопрос широко обсуждался на различных экспертных площадках при активном участии общественности. В результате приоритет отдан зданию на улице Николадворянской, дому Салтыкова-Щедрина. Это памятник федерального значения, исторически связан с известными именами Рязанской области, такими как Салтыков-Щедрин, Хвощинская, Семенов-Тяньшанский, Кошелев и ряд других выдающихся людей Рязанской области. Дом расположен удобно в центре города. Недалеко будет от нового здания музея в шаговой доступности. И недалеко от гимназии номер два, где тоже будут проведены ремонтно-реставрационные работы, будет создан класс Солженицына. Кроме того, планируется разработать новый туристический маршрут по литературным местам региона, куда войдет центр Александра Солженицына. Организациям, которые в настоящее время располагаются в доме Салтыкова-Щедрина, будут предоставлены другие, не менее комфортные помещения и по количеству занимаемой площади, и по условиям размещения. Глава региона поручил вице-губернатору Сергею Филимонову взять на контроль эту работу. Перед руководством регионального министерства финансов, Министерства имущественных и земельных отношений и Минкультуры области поставлена задача обеспечить реализацию всех мероприятий, установленные дорожной картой сроки.